Муравленковские полицейские начали поквартирный обход домов. Это связано с участившимися случаями мошенничества. Так, за последние полгода ямальцы перевели аферистам порядка 100 миллионов рублей. Муравленковцы лишились более 4 миллионов. Тему продолжит Татьяна Бойко. Здравствуйте, участковый. Минуту вашего времени отниму. Да. У нас проходит профилактическое мероприятие по предупреждению мошеннических действий. То есть могут позвонить банка, якобы из банка, предоставить сотрудникам банка, сказать, что ваши счета заблокированы, что-то нужно сделать, у них пуляться с картами, с счетами, невертие мошенничества. Да, я знаю. Если раньше сотрудники полиции регулярно предупреждали о мошенниках с экранов телевизоров, то сейчас они призывают горожан к бдительности при личной встрече. Стражи порядка. Участковые, сотрудники патрульно-постовой, ГИБДД, дознания и других служб пообщаются с каждым жителем города. С понедельника в Муравленко полицейские проводят поквартирный обход. Цель одна – остановить волну мошенничества. Берем каждый дом, каждый сотрудник нашего отдела посещает жильцов этого дома, раздаем в руки памятки, объясняем доступно, какие виды мошенничества, что они собой представляют, как избежать. Беседуя с жителем, мы пытаемся объяснить, чтобы они рассказали родственникам и особенно старшему поколению, чтобы они помогали тоже нам как-то. И достаточно понимающие относятся. Не было такого случая, чтобы кто-то сказал, что мне не нужна эта информация. Мошенничество – это обман на доверии. Есть даже термин – социальная инженерия. Преступники разыгрывают спектакль, очень похожий на реальную историю из жизни, и воруют деньги через телефон или интернет. Самая популярная – афера, связанная с банковскими картами. Мошенники представляют со службой безопасности банка, буквально выуживая коды и пароли. Банк, позвонивший, никогда не будет спрашивать у человека какую-либо информацию, секретные коды, номера карт, так как банк знает и владеет этой информацией. Если вам позвонили, хотелось бы обратиться к жителям города, если вам позвонили и сообщили, что у вас там какой-то перевод, кто-то пытается, не надо слушать этих людей. Свяжитесь напрямую с банком. Есть определенные номера телефонов, официальные. Аферисты чувствуют себя уверенно и во всемирной паутине. Нужно быть внимательными, размещая объявления на интернет-сервисах и делая онлайн-покупки. Сейчас в сезон отпусков увеличилось число мошенничеств, связанных с приобретением железнодорожных и авиабилетов. В первую очередь необходимо запрашивать и совершать покупки на официальных сайтах. Различные клоны, которые занижают цену, должны вас вводить в сомнения, так как не может быть стоимость билета стоить в 2-3 раза меньше, чем на официальном сайте. И во вторую очередь необходимо проверять эти сайты, отзывы читать. Только за последние полгода жители Муравленко, поддавшись на уловки аферистов, лишились более 4 миллионов рублей. Сотрудники полиции возбудили 56 уголовных дел. Борьба с самым распространенным видом преступления продолжается. Победить в этой схватке помогут логика и здравый смысл граждан, которые возьмут за правило не бежать по первому звонку к банкомату и быть разборчивее, делая покупки в интернете. Татьяна Бойко, Андрей Нагибин, Новости Муравленко. Субтитры создавал DimaTorzok